МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь. Я приглашаю на сцену директора Института экономики, финансов и управления доктора экономических наук, профессора Наилю Гумеровну Багаудинову со своей творческой группой. Ни одного года не было в истории детского университета, когда бы Наиля Гумеровна не выступала. Она считает, что это очень важно ей самой лично прийти, познакомиться с такими умными, креативными детьми. Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Меня зовут Багаудинова Наиля Гумеровна. Я директор Института управления экономикой и финансов, самого большого института в этом университете. И мне будет помогать рассказывать вам об очень интересной теме моя команда. Прежде всего я хочу представить своего молодого ассистента. Это Ислам, который будет подходить и кое-какие вопросы вам помогать, отвечать на них и проводить с вами викторину. Это мой заместитель Елена Анатольевна Карасик. И, конечно, команда детского университета. И, как всегда, с нами Валерий Алексеевич Летяев. Итак, выгодно ли вообще... А, я забыла самого главного нашего ассистента. Это кто у нас? Это наш цыпленок Цейпа. Он тоже будет нам помогать. Вы не думайте, что мы только с профессорами. Мы вот с такими тоже иногда общаемся и играем. Итак, наша тема сегодня какая? Выгодно ли майнить биткоины? Ага, они уже отвечают. Ислам, ты посмотри, какие они молодцы. Невыгодно, но выгодно. Прежде чем начать, давайте отгадаем с вами загадку. Что означает то, что изображено на этом слайде? Деньги. А почему деньги? А, там уже отгадка, вы думаете, что первая буква равняется Д, да? Да. Какие умные дети. Может быть, сразу мы поступим в институт. Итак, сегодня к нашему цыпленку прилетел сегодня друг с другой планеты. И вот он ему должен объяснить, что такое деньги. Что такое деньги? Молодцы. Интераторы, поближе подойдите сюда. Молодцы. Елена Анатольевна, если бы нам студенты первого курса на эконом-теории так сразу отвечали, что это средство обмена и платежа, я думаю, что мы были бы счастливы. То есть, это средство обмена и платежа, так? То есть, с помощью денег вы ходите в магазин, в столовую, что-то покупаете. Вы ими расплачиваетесь, так? Да. Прекрасно. Так, а какие деньги бывают? Наличные и безналичные. Так, а у кого есть карточки? Великолепно. То есть, вы знаете, что такое зайти в банкомат? Да. Так, а что такое наличные деньги? Это безналичные. Нет, на карточке это безналичные. Это безналичные. Молодцы. А покажите наличные деньги. Да. О, молодец. То есть, бумажные деньги это те, которые у нас с вами где находятся? В кошельке. А безналичные? На карточке. Так, идем дальше. Какие проблемы у нас с наличными деньгами могут быть? Что они могут легко потеряться. Так, еще. Они могут порваться. Хорошо, еще. Они могут быть фальшивкой. Что? Повтори, пожалуйста. Они могут быть фальшивкой. А, то есть, они могут быть поддельными. Хорошо. Еще, пожалуйста. Их могут легко украсть. А с карточки невозможно. Да, из карточки могут украсть. Из карточки тоже могут украсть. Они могут испачкаться. Так. То есть, наличные деньги могут выйти из строя. Пластиковые деньги как бы меньше вероятности, что они выйдут из строя. И система охраны и защиты пластиковых, ну, скажем, денег на карточки безналичных несколько выше. Правильно? Хотя безналичные деньги тоже могут быть украдены. Давайте скажем правду. Не карточку. Но это вы станете взрослее, вы узнаете, что такое защита, финансовая защита. Итак, сегодня мы с вами вспомнили и обновили в памяти, ребята, потише, пожалуйста, и обновили в памяти, что такое деньги. Вы прекрасно владеете. А что такое цифровая экономика? Цифровая экономика – это биткоины, монеты. Это монеты, один из вариантов. Есть другие варианты, пожалуйста. Дальше. Цифровая экономика – это экономика, устроенная на продажах цифровых разных вещей. Например, айфонов. Вот есть такой вариант ответа. Еще. Здравствуйте, меня зовут Тимур. И цифровая экономика – это экономика бумаги и металла. Так, вот даже такой ответ. Даже такой ответ. Цифровая экономика – это криптовалюта. Так, вот там еще вот… Дальше вот молодой человек тянет руку. Цифровая экономика – это криптовалюты, которые называются биткоины. Так. Так. Вот еще у нас один вот там тянет руку и на это завершим. Мы завершим. Цифровая экономика – это как бы электронные деньги. Так. Уже почти правильно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за те варианты ответов, которые вы дали. И теперь цифра. Мы все говорим о цифровой экономике. И вот здесь я попрошу Ислама мне помочь и поговорить о цифровой экономике, как уже об этом говорит молодые. Пожалуйста. Друзья, всем привет. Меня зовут Ислам. И я сегодня вам буду рассказывать про мир цифровой экономики. Для того, чтобы нашему другу, цыпленке-цепе, рассказать ему гостю из другой планеты и разобраться в этой теме, давайте я дам вам свое понятие, что же такое цифровая экономика. Друзья, цифровая экономика – это такая же экономика, только она основана на цифровых технологиях. И таких технологий на сегодняшний день очень много. Есть такие понятия, как блокчейн, биткоин, майнинг. И сегодня мы с вами разберем данные понятия. Я еще вам обещаю, что мы не только будем понимать их, но и мы даже станем настоящими майнерами. Друзья, давайте приступим к изучению данной тематики. И для этого я предлагаю вам изучить мир цифровой валюты. На сегодняшний день самая популярная валюта во всем мире является биткоин, как вы уже и правильно сами сказали. Ребята, что такое биткоин? Друзья, как у вас? Что такое биткоин? А вот парень прям готов уже ответить. Что такое биткоин? Биткоин – это одна из криптовалют, самая популярная. Сразу криптовалюта – это что? Ага. Так сказать, электронные деньги. Так, хорошо. Электронные деньги. Деньги. Молодец. Биткоины – это недавняя разработка электронных денег, которые сейчас используются для платежей. Спасибо. Правильно, правильно. Еще есть варианты ответов? Это новая валюта, которую придумают в нынешние годы. И придумают для того, чтобы если на эту валюту перейдет весь мир, тот человек, который придумал эту валюту, будет очень богат. Охо. И вот сзади девочка. Девушка тянет руку, пожалуйста. Биткоины – это криптовалюта, а криптовалюта – это виртуальные деньги. Ну что ж, друзья, давайте мы вместе с цыплевкой цыплой тоже дадим определение. Вы в целом вместе сказали правильный ответ, но если говорить открыто, что же такое биткоин, это первая в мире цифровая валюта, основанная на цифровых технологиях. И вы правильно сказали, только она основана в 2008 году некоторым Сатоши Накамото. И с тех пор данную валюту можно покупать, обмениваться, продавать услуги или покупать товары за биткоины. И обмениваться во всем мире. А какие преимущества такой валюты, как вы думаете? А вот как раз мы сейчас и про это будем говорить. Это экономия времени. Так. Пожалуйста. Их нельзя украсть. Ну вообще украсть можно все. Так вам, на всякий случай. Еще? Может, Матвей, мне кажется, что у него свойство как бы дополнять платежи, потому что, например, машина стоит 100 тысяч, у вас 90, и ты биткоинами, например, дополняешь 10 тысяч. Да, если у тебя есть. Так, хорошо. Еще есть варианты ответа? Мне кажется, их удобно хранить, использовать. Вот сюда, вот здесь микрофон дайте. Их удобно очень использовать. И, ну, то есть, сдачи не дают, и не нужно все время считать, как ты просто приложил карту, и все. Вот молодой человек в гипсе, рука, правая рука в гипсе. Сюда подойди. Прозрачность, отсутствие. Скажи, пожалуйста. Вот возьми микрофон, скажи. Так, прозрачность, отсутствие что? Так. За два Бетховена можно уже купить много либо техники или машину. За два Бетховена. Так, это все очень хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, Ислам. Существует налогов и комиссий. О, как хорошо сказал. Прямо. Да, прям вообще. Молодцы. Можно сразу на финансы поступать, да, Вячеслав? Так, итак, первое у нас преимущество Бетховена в том, что она анонимна. Любые деньги, которые мы передаем, там есть фамилия даже с карты, у нас есть обозначение, как бы мы знаем, кто это сделал. Биткоин абсолютно анонимный. Следующее, это прозрачность. Так ведь? Следующее. Вот молодой человек, я же говорю, надо узнать, Ислам. Да, он прям комиссионный налоги. Это будущее нас, наверное, финансист. Отсутствие налогов и комиссионных. И отсутствие границ для использования. Ну что ж, друзья, продолжим. А дальше у нас есть интересное понятие. Оно называется у нас майнинг. Друзья, сейчас цыпленок цыпа хочет вас познакомить с новым понятием. Но перед этим я хотел бы с вами поиграть в игру. Биткоины можно получать двумя способами. Можно их покупать. Покупать за рубли или за доллары. Или второй способ заработка – это майнинг. Давайте сперва закрепим первый способ – покупки. У нас будет игра очень интересная. У меня вот правая рука – это будут биткоины, целое море биткоинов. А левая рука – это платформа, где все это существует. И когда будут биткоины выпрыгивать с данной платформы, вам нужно будет громко хлопать. И кто громче хлопает, тот больше и купит биткоинов. У вас есть понимание, да? Ну-ка посмотрим. Оп. О, классно. Нелли Гумерна, а когда… А, есть второй момент. Когда биткоины уже уходят обратно в платформу, их купить уже невозможно. Поэтому кто уже хлопает, они уже продают, теряют данные биткоины. Нелли Гумерна, можно будет вас попросить поиграть в данную игру? Поиграем, покупаем биткоины и продаем их. Давай. Нелли Гумерна, давайте так же похлопаем, друзья. Давайте все вместе. Все вместе. Нелли Гумерна, у нас платформа. Да. Так. А левая рука – это наши… Я как студентка учат, профессора. Левая рука – это наши биткоины. Так, поехали. Идем, идем, идем. А, нет, еще у нас все, рыбки еще здесь. Рано, рано, рано. Оп. Молодцы. Так. Оп. Ух ты, прям сколько биткоинов. Оп. Оп. Давайте, друзья, еще раз громкие аплодисменты. Ловим, ловим, ловим биткоины. Оп, оп. Молодцы. У вас теперь очень много биткоинов. Так же похлоп поблагодарим Нелли Гумерна. А, ну, друзья, мы продолжаем. Смотрите, первый способ – это покупка биткоинов. А второй способ заработка – это майнинг. Что же такое майнинг? Вы хотите стать майнерами? Вот наш гость другой планеты желает стать майнером. Кто хочет стать? Поднимите руки. Кто хочет зарабатывать биткоины? Все хотят? Молодцы. Давайте тогда изучим данную тематику. Можете опускать руки. Майнинг, друзья, это такая же методика, как и обычные наши деньги. Вот, например, есть золото. Для того, чтобы добыть золото, мы идем на шахту и добываем золото. Трудимся день и ночь, ищем золото, копаем. А чтобы добыть биткоины, мы также идем в платформу и уже там не работаем, не копаем земли, а разгадываем криптографические шифры. И чтобы разгадать данные шифры, нужно иметь мощные компьютеры, которые помогают нам в этом деле. Майнинг – это такая же добыча. Добываем только мы не золото, а добываем цифровую валюту, например, биткоин. Но есть еще одно понятие – блокчейн. Вот, например, чтобы добыть золото, нам нужно пойти на шахту. Шахты – это и есть как бы наша платформа. А чтобы добыть биткоин, нам нужно пойти в так называемую шахту под названием блокчейн. На сегодняшний день существуют такие блокчейн-платформы, как Эфириум, Битнейшн. И наши татарстанские ученые недавно разработали… Вы о них слышали или нет? Нет. Пока еще нет. А кто слышал? Вот вы любите руки. Ого. Ага, блокчейн-платформы слышали? Вы даже видели. Отлично. Молодцы. Вот даже наши татарстанские ученые также недавно разработали свою блокчейн-платформу под названием Иткоин. Друзья, как вы понимаете, вы все хотите стать майнером. Но для того, чтобы стать майнером, нужно нам понять, что же нужно делать. Сейчас я вам помогу ответить на данный вопрос. Мы же хотим стать майнерами, да? Супер. Для этого нам нужно пройти простые шесть шагов. Делаем шесть этапов. Вот приходим домой, сделаем шесть простых шагов и станем майнерами. Какие это шесть шагов? Первый шаг – нам нужно купить видеокарту. Да, видеокарта, которая будет нам помогать майнить. Второй шаг – мы покупаем отдельный мощный блок питания, куда и будем устанавливать данные видеокарты. Покупаем отдельный блок питания и создаем конструкцию. После того, как данная конструкция готова, видеокарты мы установили в этот блок питания, нам нужно самое главное – обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы наш компьютер не перегревался. После того, как мы циркуляцию воздуха обеспечили, мы подключаем всю эту конструкцию к нашему компьютеру. И чтобы запустить данный майнинг, мы запускаем приложение и становимся майнерами. Просто, да? Прошли вместе с вами простые шесть этапов. Вот я сейчас как раз делаю шесть шагов. Первое – покупаю видеокарту, покупаю блок питания, устанавливаю всю эту конструкцию, обеспечиваю циркуляцию воздуха, как и здесь у нас есть, подключаю всю эту конструкцию к моему компьютеру и запускаю приложение. Вот я уже майнинг. Ислам, а что получилось у Ципы? А у Ципы, друзья дорогие, он давно хотел стать предпринимателем и думал, что вот сейчас я стану майнером и буду супер-предпринимателем, который каждый день будет получать биткоины. Но так как он у нас предприниматель, он умеет еще и читать. Давайте, друзья, вместе с вами сейчас почитаем. А выгодно ли вообще майнить биткоины? А так как мы успешные предприниматели… Да или нет? Как вы считаете? Да? Нет? Кто считает? Кто считает «да»? Поднимите руки. Кто считает, что «да»? А те, кто считает, что невыгодно? Ага. Больше. Вас больше, хорошо. Я бы здесь экономист, наверное. Ну что ж, друзья, интересно? Давайте покажите результат, что у Ципы получилось. Давайте откроем, друзья, результаты и смотрим, что же у нас в итоге. А в итоге мы видим не такие-таки веселые данные. Мы видим, что майнить биткоин на сегодняшний день невыгодно. Каждый час мы будем терять полтора рубля. То есть у вас компьютер работает, но вы теряете полтора рубля. Вы кому-то платите, и биткоины у вас не приходят, а наоборот уходят. И наш друг с другой планеты тоже разочарован, потому что он, как и вы, вначале хотел стать майнером, но, к сожалению, оказывается, это ведь невыгодно, и стать предпринимателем не получится. Но цыпленок Ципы, друзья, знает выход. Интересно послушать. Если вы хотите стать майнером, все-таки есть еще способ. И этот способ следующий. А вот парень вроде даже знает, какой способ прям тянет руку. А ты знаешь, какой способ? Меня зовут Кирилл Есин. Я даже на биткоине, получается, заработал немного, но заработал. Молодец. Чтобы выработать биткоин, необязательно иметь, там затрачиваться на видеокарты, на блок питания, разоряться из-за электричества. Просто можно зайти, например, Half Play, я не помню, как эти сервисы называются, но есть облачный майнинг. Ты, получается, затрачиваешься на вот эти мощности. Скажи, пожалуйста, а сколько ты заработал? Можно спросить? Две тысячи. Молодец. Давайте ему поаплодируем. Поаплодируем. Спасибо большое, садись. Вот когда мы приступали к этой лекции, Ислам хотел меня подловить на вопросе. Фактически, из того, что вы услышали, получается, что майнить биткоины сегодня невыгодно. Правильно? Да. Но я вам хочу сказать, как человек, очень давно находящийся в экономике, преподающий экономику, ситуации бывают разные. Не все, что невыгодно сегодня, будет невыгодно завтра. Так что я вас очень призываю учиться, учиться математике, учиться экономике и приходить к нам в наш институт. А теперь мультфильм мы еще не закончили. Добро пожаловать на шоу Капитана Дрейка. Привет, пройдохи! Рад вас видеть. Ау-яу-яу-яу! Итак, вы хотите знать больше о биткоине? Сегодня вы узнаете, как подавать собственный товар с помощью биткоин. Во всему миру! Раньше, чтобы продать что-либо онлайн, вам нужно было иметь собственный сайт, счет в банке и кредитную карту. У миллиардов людей на этой планете нет банковского счета, и они исключены из мировой экономики. Бэм! Но это еще не все. Вам нужен был финансовый провайдер, который снимал огромные проценты. Не говоря о том, что кредитные компании получают охот с каждой транзакции. Используя биткоин, не имеет значения, где вы. В студенческом общежитии, в мытищах или в африканской деревне. Все, что вам нужно для продажи чего-либо, это интернет-соединение. Любой может получить биткоин. Достаточно загрузить бесплатную программу, и можно начинать. Вам даже не нужен больше веб-сайт. Можно использовать платформы вроде Битала. Никаких разрешений, никакой комиссии, никаких рисков с развратными платежами. Ура! Вы полностью контролируете свои деньги. Никто не может отнять их или заморозить ваш счет. Вспомните про Викиликс. Вы можете открыть свой магазин за 10 минут, не прибегая к помощи дорогих экспертов. Это так просто. Деньги переходят напрямую от покупателя к продавцу. Больше никакой эксплуатации большими корпорациями. Сделаем мир лучше с биткоином. Давайте поговорим о биткоине еще раз. Сегодня вы узнаете, как использовать биткоин для оплаты услуг. Интернет позволяет нам сотрудничать друг с другом, где бы мы ни находились. Единственной сложностью по-прежнему остается способ оплаты. Представьте, вы живете в Южной Америке и хотите немного заработать, преподавая испанский онлайн. Оля, куа, китай! В старой системе платежные комиссии были столь велики, что они съедали почти весь доход. Почелуем! И вот появляется биткоин! Теперь комиссия совсем незначительная. Посылая 100 долларов через международный банк, вы можете заплатить до 20 долларов комиссии. Переслать их с использованием биткоина, стоить всего лишь около цента! Ура! Вам не нужен счет в банке, которого нет у миллиардов людей на планете. Сегодня мы немного поговорим о майнинге. Майнеры поддерживают жизнедеятельность сети биткоин в порядке и следят, чтобы все транзакции проходили по правилам. Майнеры сначала проверяют, есть ли у отправителя деньги. Затем отсылают их на аккаунт получателя. Они прям как капитаны? Да, но майнинг звучит круче, верно? И они получают новые биткоины, которые появляются примерно каждые 10 минут. Выходит, майнинг получают деньги из-за чего? Нет, они делают очень ценную работу. Они следят, чтобы система правильно функционировала. Я тоже могу быть майнером? Конечно. Но для этого тебе нужен очень мощный компьютер, чтобы ты мог создавать новый блок. Что за блок? Это по сути список транзакций. Все майнеры стимулируют появление новых блоков, чтобы получить в награду новые деньги. Но им приходится решать сложные криптографические задачи, чтобы лишь один майнер добавил блок в блокчейн в определенное время. Блокчейн? Это публичный леджер, который каждый может проверить, но никто не может регулировать. И где этот блокчейн? Он хранится на компьютерах всех майнеров. Каждый майнер загружает последнюю версию блокчейн каждые 10 минут. Мы с вами поговорим подробнее о блокчейн в следующем эпизоде. Видите ли, работать майнером непросто. Вам нужно вкладывать много денег в оборудование и оплачивать дорогие счета за электричество. Ты по-прежнему хочешь это делать? Да, я хочу быть майнером. Сделай мир лучше вместе с биткоином. Дорогие ребята, наша лекция закончилась. Большое вам спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok